Привет! Как дела? Сегодня я начинаю рубрику об англичанах и буду рассказывать вам о том, какие положительные стороны я обнаружила у англичан и какие отрицательные. Конечно, положительные перевешивают, но, как и в любом обществе, в любом городе и любой стране, всегда найдутся отрицательные черты. Поэтому везде есть свои плюсы, свои минусы. И сегодня рассказ о том, как на меня напал псих. Да-да, именно псих. Психически неравновешенные люди часто встречаются в Лондоне. Возможно, у них просто поехала крыша, возможно, какие-то личные проблемы. Но встречаются и такие люди, которые пытаются выместить какую-то накопившуюся злость или агрессию на других людях. Я привыкший к этому человек. В России мне всегда приходилось постоять за себя, всегда приходилось бороться за место под солнцем и так далее. Поэтому я даже не удивилась тому, что произошло. Итак, что же произошло? Как вы уже знаете, ежедневно по утрам я гуляла с собаками в доме, где жила в качестве АОП. И потом, когда уже даже контракт закончился, я продолжала выгуливать этих собак в течение пяти лет. И вот так вот каждое утро мы ходили в ближайший локальный парк и по часу проводили там вместе с собаками. Собак было три. И я спускала их с поводка в парке, потому что он в парк был закрытый и там все выгуливали своих собак без поводка, чтобы они смогли набегаться на день и потом спокойно спать у себя дома. Ну так вот, обычный утренний лондонский денечек начался с такой вот прогулки. И мы гуляли в парке с собаками, ничего не предвещало беды. И вдруг, откуда ни возьмись, в парке появился незнакомый человек с двумя неизвестными нам собаками. И так как мои собаки, ну точнее собаки, за которыми я приглядывала, агрессивно всегда были настроены к новым собакам, которых они не знали, они как пак, то есть как свора, всегда бежали в ту сторону, как бы делая вид, что они нападают на эту собаку, показывая тем самым, кто в этом парке хозяин. В основном это делали Пинат и Пеппе. Кока уже была старенькая, сильно она не парилась. Ей было всё равно, какая собака, новая, старая. То есть она была такая дружелюбная. А вот этих двоих с детства не воспитали. Я их, конечно, пыталась переучить, но у меня не получалось. Хотя уже под конец, уже к пятому году они стали хотя бы меня слушаться. И если я не успевала их схватить за ошейники, если я видела новую собаку, то есть я уже была на стороже и знала, что ага, новая собака появилась, надо их держать. Хотя бы одного из них, или Пинат, или Пеппо. И тогда второй, когда не чувствует поддержки, уже перестаёт бежать в ту сторону и гавкать на собаку, и делать вид, что он или она кидается на неё. В тот момент я как раз не удержала этих двоих, потому что они были далековато от меня, парк достаточно большой, а бегают они стремительно. И они побежали к этим двум собакам и к этому мужчине. Боже мой, как он начал орать! Возьми своих собак на поводок! Я ничего не понимала, честно говоря, на тот момент у меня английский был такой средненький, то есть я уже училась в колледже. Наверное, у меня был где-то upper intermediate. И я понимала половину из того, что он говорит, что возьми своих собак на поводок. А я не могла их взять на поводок, потому что не могла подозвать их к себе, потому что он орал так, что я даже сама себя не слышала, не то чтобы собаки меня услышали. В общем, он, ну, я уж не знаю, там, оскорбительно, матами, не матами, но как-то он там орал так, что мне стало страшно. Я просто ждала, когда он остановится, чтобы сказать ему, давай я возьму собаку, и тогда всё будет окей. Но он видит, что я не бегу к собакам и не бегу взять их на поводок. Они там как бы уже сами в шоке стоят такие, не понимают, что происходит. Но ко мне они идут, они там всё гавкают и гавкают на него, потому что он орёт на меня. В общем, как бы защищали меня. И я не знаю, сколько прошло времени, буквально, наверное, минуты две, как в парке появилось очень много людей, около 10 человек, наверное. В основном все мужчины, была одна женщина. Они пришли ко мне на помощь. То есть я вообще никого не звала. Я не думала, что ко мне кто-то придёт на помощь. Обычно в таких ситуациях, когда кто-то с кем-то разбирается, у нас, допустим, в России лучше не подходить. А тут люди прибежали, мужчины начали меня защищать, отталкивать его так вот, типа, не кричи, успокойся, успокаивать его начали. И даже вызвали полицию. Я в этот момент, ну, видимо, от шока начала просто это всё снимать, ну, на всякий случай документировать, потому что, ну, кто знает, потом ещё меня же обвинят в чём-нибудь. В общем, что-то сняла, вот вам показываю. Продолжение следует... Недавно обнаружила это ВКонтакте, потому что это было в 2015 году, и вот этот весь мой архив, к сожалению, пропал из-за того, что у меня компьютер сдох, и я уже не смогла вытащить информацию оттуда. Очень много видео с 2015 года у меня пропало. Но осталось это ВКонтакте, и вот из ВКонтакта вам показываю. Женщина меня спрашивает, ты в порядке, всё ли с тобой хорошо? Мужчины там его стараются успокоить, и как бы все такие... Ну, он, конечно, ушёл, обвинял меня там в чём-то, не знаю в чём. В общем, он сказал, что будет куда-то жаловаться. И в итоге приехала полиция, и начали уже меня спрашивать, что произошло, и как, и почему. А я-то у меня как бы не такой хороший английский, чтобы всё это объяснить. Они спрашивают, были ли ругательные слова, swearing words. Я говорю, да вроде бы были, но я говорю, не знаю, я не понимаю. И вообще я интернациональный студент, и мало что поняла, что он от меня вообще хотел. Говорю, ну вот я сняла, они посмотрели видеозапись. Да, говорит, он орал на тебя, он обзывал тебя, поэтому не переживай, говорит, мы его найдём, мы его предупредим, чтобы к тебе не подходил ближе, чем на 500 метров. Так что не волнуйся, больше он на тебя кричать не будет. И если ты ещё раз столкнёшься с такой ситуацией, если он на тебя нападёт и так далее, мы его арестуем, и он будет сидеть в тюрьме. Я такая, ну ладно. Кроме того, вот эти все мужчины и женщины оставили свои контакты полиции и сказали, да, мы были свидетелями, да, он вот так вот нехорошо поступил. То есть для меня большим шоком было не то, что он на меня орал, а именно то, что за меня вступились какие-то незнакомые, неизвестные люди, которые просто проходили мимо парка, которые шли на работу и вот так вот, тратя своё время, на меня заступились. Я была просто в шоке. И что хочу сказать, вот все такие ситуации, которые со мной происходили, я уверена, что они происходят с каждым эмигрантом, который приезжает в Великобританию и живёт там какое-то время. И все абсолютно люди, я вот так заметила, сколько я общалась с людьми, даже если ты год прожил в Англии, твой менталитет меняется в лучшую сторону, потому что там какие-то такие негласные правила, помогать людям, отдавать там потерянную денюжку или проездной, там говорить, извините, вы потеряли. Очень много таких историй, про которые я вам в дальнейшем буду рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. И вот так вот весь мой характер поменялся благодаря вот таким случаям, благодаря вот таким негласным культурным правилам или менталитету. Я даже не знаю, что это, я не могу объяснить, но это очень интересно, и это в корне поменяло меня как личность, потому что раньше, допустим, в России я была такой, постоянно всех боялась, всё так в негативе было у меня. Но жизнь у меня в России была не сладкая, поэтому, когда я узнала вкус жизни в Англии, я стала более такой позитивной, всегда из меня позитив прёт, и мне хочется поделиться этим добром, счастьем со всеми. Да, Англия меня полностью поменяла, и о том, какие случались со мной случаи, и какое там общество, я буду вам продолжать рассказывать. Что вспомню, то и расскажу. Пока на этом всё, не прощаюсь с вами, до новых встреч!